Мы его заказывали под ликвидацию последствий ДТП у нас на территории, особенно аварии в тоннелях с возгораниями, автотранспорт. Пожарные, аварийно-спасательные машины, квадроцикл и мобильный госпиталь, спецтехника для спасения в горах, тоннелях и на воде. Спасателям из Франции Сочинские показывают весь самый современный комплекс техники и технологий, которые используются для спасения жизней. Когда идут крупномасштабные операции, вот такой автономный рецепт разворачивает лагерь для всестороннего обеспечения жизнедеятельности на 70 человек. Помогают в работе и собаки. На базе южного спасотряда 25 кинологических расчетов. Одни четвероногие ищут живых людей, другие – тела погибших. Во Франции дело обстоит немного по-другому. Мы бы и рады использовать собак для поиска погибших, но во Франции закон не позволяет этого делать. Тела погибших ищут только люди. А еще Генеральная дирекция гражданской безопасности и ликвидации ЧС во Франции входит в состав полиции. Да и служба спасения в горах у коллег из знаменитого горнолыжного курорта Шамани появилась на два десятка лет раньше, чем в России. В конце 50-х. Мы убедились, что наши русские друзья обладают всем набором средств для того, чтобы проводить весь набор поисково-спасательных работ, как и у нас во Франции. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с нашими коллегами из России. В Сочи делегация из Франции приехала на международный семинар для обмена опытом спасения людей в горах. Европейские коллеги уже осмотрели несколько объектов в Сочи. Это конно-кинологический центр МЧС и центр подготовки спасателей в Красной Поляне. Кстати, сочинские спасатели уже были у французов до Олимпиады. Убедились, что Южный спасотряд сегодня использует самые передовые методы. Честно скажу, что уровень российских спасателей достаточно высок, поэтому что-то почерпнуть очень новое, глобальное не удается. Но те мелочи, которые мы в общении можем увидеть, отметить, они зачастую имеют огромное значение в ходе проведения спасательных работ, так как это работы в условиях опасности для жизни, как спасателей, так и пострадавших. В реальные условия спасения в горах, к счастью лишь условно пострадавших, российско-французская делегация погрузилась уже после экскурсии. На Орлиных скалах прошла показательная тренировка сочинских спасателей. По легенде, группа туристов попала под камнепад, несколько человек под завалом, другие на крутой скале. ЮРПСО для спасения использует беспилотник, альпинистское снаряжение, кинологов и вертолет. Методы работы российских спасателей французы изучали три дня. Отмечают, остались под впечатлением от техники, технологий и профессионализма людей. Сегодня гости также осмотрели музей ЮРПСО. Южному спасотряду в следующем году 25. Специальные книги французы написали. Браво нашим русским друзьям за профессионализм. А еще пригласили наших спасателей с ответным визитом в Шамании. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.